Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. 75-летняя женщина сгорела заживо в собственном доме на улице Депутатская, когда начался пожар. Дочь и правнук пенсионерки выбежали на улицу, а вот помочь бабушке уже не смогли. С места трагедии репортаж Марии Молочниковой. А вы здесь поблизости живете, что ли, в Брошенненном проспекте? Я прибежала. Значит, я ползу на Светлана, и что она сказала? Дом горит. Внучки пенсионерки о пожаре сообщили соседи бабушки по телефону. Тогда еще никто толком не знал, успела ли пенсионерка спастись. Надеялись на лучшее. Надежды разбили появившиеся на месте дочь и правнук пожилой женщины. Они успели спастись, но бабушку вынести не смогли. Ну, она как бы непролизованная, но не в стоячем состоянии. То есть лежала, под себя ходила. Мы каждый из родственников, близкие, соседи, ухаживали за ней. Конечно, у вас здесь врачи вот из дня на день ждали. И вот такая вот ситуация. Я смотрела кино на ту сторону, когда он прибежал ко мне. У них там это, внутри горело. Наташа, потом я Наташа спросила, она сказала, что мы тоже телевизор смотрели. Телевизор, мы-то могли вот стоять передним. А возгорание с той стороны началось. Мама говорит, что проводка искрится начала. Ну, как бы проводку меняли года два назад. Буквально за считанные минуты старенький деревянный дом сгорел полностью. Что стало истинной причиной трагедии, будут выяснять дознаватели. Этой зимой пенсионерка должна была отметить свое 76-летие. Тело мужчины обнаружили сегодня ночью в подъезде дома по улице Бондаренко. Погибший висел на ремне, привязанном к лестничным перилам. Предсмертные записки не нашли. Никто из местных жителей человека не опознал. Что привело незнакомца именно в этот подъезд, пока неизвестно. Как и то, сам ли он решил свести счеты с жизнью. На все эти вопросы предстоит ответить следователям. Авария с участием трамвая и велосипеда произошла на улице Энергетиков. По словам велосипедиста, всему вину именно его транспортное средство. Сам парень получил травму головы, медики оказали ему помощь на месте. Зачем машина? Я тебе говорю, сам доеду. Мне велик надо тащить. Правда, от великого мало чего осталось, сиденье торвало. По словам молодого человека, велосипед он не покупал. Забрал за долги. И очень им гордился. Как выяснилось, напрасно. Теперь, вероятнее всего, придется покупать новый. Мы шли с другом и смотрим, что-то как раз гаишники подъезжали. И вот скорая подъехала. И мальчишку увидели, велосипед прям вообще разбит очень сильно. И посмотрели, голова перебенута, и вся рука что-то как-то... Виноваты некачественные проводители велосипедов китайцы. В этот раз, видимо, пересекал, наверное, дорогу. И как тут видите, подъем с трамвая не успевают затормозить. И спил, походу, напросто, и все. То есть машины другой не было. Видимо, просто зацепил и попал. Как удалось выяснить, у самого пострадавшего как такового наезда не было. В результате неожиданной поломки велосипеда он попросту упал и ударился. А проезжающий трамвай... Обод подломился в колеса. Я переезжал, я вынужден был из-за того, что меня подломился, пытаться удержать равновесие. Отлетел туда. В результате падения парень получил травму головы, но от госпитализации отказался. Решил отправиться домой и посмотреть. Может, прежде чем тратить деньги на новый велосипед, стоит попробовать отремонтировать старый. Вдруг получится. Победительница конкурса «Автоледи-2000» стала участницей аварии на улице Волково. Свою вину женщина не признала, как и водитель другой машины. Теперь виновника происшествия, вероятно, предстоит определять суду. На месте происшествия возник настоящий спор. Причем спорили очевидец аварии с водителем «Тойоты». «Автоледи» в момент ДТП, управлявшая автомобилем «Лада Калина», в спор не вмешивалась. Девушка уехала по главной дороге, но она могла ехать километров 40, тут не больше на этом месте. А он со двора вот с этого выезжал, и он решил, видимо, сразу свернуть влево. Ну и просто не дал ей возможности. Я пыталась его объехать, но он не тормознул. Если бы он тормознул, я бы его объехала. Если бы он выехал вот сюда, вот тут место свободное было, ты выйди сюда и сдай вправо, влево поворотник пропусти, и дальше удостоверься. Получилось так, что я на тормозах въехала. Если бы он тормознул, я объехала его. Ну, мог бы тормозить, остановиться там, да, пропустить ее и потом выехать. Ну, ни с чего нужным. По словам Татьяны Юнусовой, машину она водит давно. В 2000 году даже стала победительницей конкурса «Автоледи». Если бы мужчина повел себя правильно, она смогла бы избежать столкновения, да и скорость. По словам женщины, у нее была небольшой. Если бы очень маленькая была скорость, тормозной будет такой. Нет, посмотрите тормозной пояс. Вот когда маленькая скорость, машина здесь останавливается. В результате аварии травму головы получил сын женщины. 16-летнему парню оказали помощь на месте. Степень вины водителей выяснят сотрудники ГАИ. На Оренбургском тракте загорелся автомобиль «Самант». По словам владельца иномарки, огонь под капотом его автомобиля вспыхнул прямо на ходу. Буквально за минуту до того, как пламя охватило салон, водитель услышал громкий хлопок, после чего был вынужден остановиться. Очевидцы поспешили на помощь, но к тому моменту, как вынесли огнетушитель, огонь успел нанести автомобилю серьезный ущерб. Машина не имела полной страховки. По мнению автовладельца, причиной происшествия стала неисправность в топливной системе иранского автомобиля. Звонил двум специалистам, сказали обратный клапан, не выпускал бензина, то есть получилось накопление, от этого взрыв. Просто я хочу сказать, что не надо покупать иранские машины. Вот и все. Жигули шестой модели были разбиты в дребезги в результате двойного столкновения на улице Восстания. Водитель легковушки признался, что не справился с управлением и врезался сначала в грузовик, а потом в автобус. Это не наша машина, просто стояла, решили подъехать и все повытаскивать, колонки, магнитофон. Разбитый автомобиль ничуть не испортил настроение его владельцу. Молодой человек справедливо рассудил, что самое главное, никто из людей не пострадал. Я виновник аварии. Сначала я въехал в КамАЗ, потом меня отбросил на автобусную линию и в меня въехал автобус. Но слава богу, все нормально, все живы-здоровы, это самое главное. К приезду нашей съемочной группы и грузовик, и автобус с места происшествия благополучно уехали. Молодой человек признал вину полностью, да и многотонные машины практически не пострадали, чего не скажешь о легковушке. Попал в аварию, я приехал сразу, помог ему психологически, морально, поддержал его. Ребят, не гоняйте ни в коем случае. По словам водителя «Жигули», он собирался отдать шестерку брату, теперь придется сдавать в металлолом. Старенькая легковушка восстановлению не подлежит. КамАЗ и легковой автомобиль столкнулись при выезде с третьей транспортной дамбой. К счастью, скорость у обеих машин была небольшой, и авария обошлась без пострадавших. Сразу после ДТП водители обвинили друг друга в элементарном упрямстве, а именно нежелании уступить дорогу. КамАЗ, я видел его, конечно, я думал, он пропустит, поэтому даже не думал об этом. По словам водителя «Лады-14» модели, он до последнего момента надеялся, что водитель грузовика проявит благоразумие и уступит ему дорогу. Надежды мужчины не оправдались. Я впереди стоял. То есть, он должен был в КамАЗ? Да. Я даже не заметил. Впереди там КамАЗ стоял. Вот между этими машинами КамАЗ стоял. 20-й. Аварийка включенный. Там все, машины стояли. По правилам я должен ехать, он должен ждать, пока его уступят. А водитель КамАЗ? Помех справа еще никто не обменял. Водитель грузовика утверждает, упрямство здесь вовсе ни при чем. Просто у него очень большая машина и маленькую «Ладу» он попросту не заметил. С обвинениями в свой адрес мужчина не согласен. Вероятнее всего, обоим водителям придется встретиться в суде. Девушка пострадала в результате аварии на перекрестке улиц Вишневского и Калинина. Там столкнулись «Митсубиси» и «Лады-14» модели. Сразу после удара иномарку отбросила на припаркованный у обочины джип. Автоледи, управлявшую отечественным авто, доставили в больницу. Девушка пострадала, она сама. Она пересекла двойную сплошную и решила проскочить в эту сторону. По словам молодого человека, управлявшего автомобилем «Митсубиси», такого маневра от автоледи он попросту не ожидал. Куда можно было так торопиться в час пик, чтобы проигнорировать и двойную сплошную, и едущий навстречу автомобиль. Девушка, управлявшая «Ладой», получила серьезные травмы и была срочно доставлена в больницу. Что именно заставило ее нарушить, правила на месте выяснить не удалось. На специальном эвакуаторе 14-ю «Ладу» доставили на штрафстоянку.